Капусту можно квасить в бачке. Я буду в бачке и потом хранить буду в бачке. Можно переложить в банки в стеклянные, а можно сразу квасить в банках. Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить капусту квашеную. Что для этого нужно? Ничего сложного. Немного моркови, соль, сахар, капуста и бачок, в котором будем готовить капусту. Самое главное, что нужно выбрать правильно, капусту ранних сортов и поздних сортов. Для квашения капуста не подходит. Нужно взять капусту белокочанную. Смотрите, какая капуста отличная. Белая капуста. Она называется белокочанная. И средних сортов созревания. Если мы берем позднюю капусту, то мы обычно ждем заморозков. У нас в детстве мама, когда уже снежок летит, уже был заморозок, тогда начинает уже шинковать и готовить квашеную капусту. А мы сейчас по времени сегодня, 23 сентября, мы будем квасить капусту. И мы в эту капусту будем добавлять секретный ингредиент, чтобы наша капуста была очень вкусная. Вначале я приготовлю морковь. Морковь очищенная, намытая. И сначала мы ее нашинкуем. Шинкуем на крупную ячейку. Моркови нам понадобится не очень много. Где-то на килограмм капусты не более 100 грамм моркови. И можно меньше. Почему не надо много моркови? Потому что морковь делает капусту, во-первых, рыжей, ну и совсем будет другой вкус, если мы туда добавим очень много моркови. 100 грамм моркови. Это вот всего лишь вот столько. Вот она. Вот в этом кусочке капусты килограмм. На килограмм капусты нужно 20 грамм соли. Это вот такое количество. Сейчас я замерю ложкой. Вот капелька там осталась. С небольшим верхом. Это десертная ложка, даже не столовая. Вот столько соли на 1 килограмм капусты. Ну и от 50 до 100 грамм моркови. Приступаем. Будем шинковать. Я готовлю в кастрюле. У меня 20-ти литровая. И на такой терочке. Мне нравится, когда капуста тоненько нашинкована. Получается вот такая капуста. Получилось у нас с килограмма вот столько капусты. Сейчас мы добавляем сюда морковочку. Достаточно. Перемешиваем. Капусту очень сильно. Так, чуть-чуть жамкнем ее. Чуть-чуть, не очень. И добавляем сюда соль. 20 грамм. Вот такая у нас паечка получается. И даже неполную чайную ложку, такая без верха, сахар. Для чего мы добавляем сахар? Чтобы лучше происходила ферментация, заквашивание. Почему капусту наши родители всегда после заморозков солили? Потому что там уже образовались сахара. Образовывались сахара. Поэтому они это как-то знали. И капусту уже крошили поздно. После заморозков. Тогда будет капуста вкусная. С хорошим брожением и с хорошим вкусом. Ну вот это все мы должны сейчас перемешать. Вот, мы 1 килограмм сделали. Если хотите, можно так же завешивать все хорошо. Можете готовить на глаз. И каждый вот слой вот так нужно утрамбовать. Прям так хорошо потрамбовать его. Вот такая капустка классная. Засыпаем соль. На наш килограмм 20 грамм. Немножко, немножко сахара. Чайную ложечку. Такая совсем не полная. Вот. Ставка. мы обожаем когда в капусте лежат вот такие кусочки и сейчас видите я их разрезала чтобы они держались на кочерыжке чтобы они не отваливались укладываю в кастрюлю вот они все держатся на кочерыжке такие кусочки здесь у меня два килограмма и я 40 грамм соли вот так вот рассыплю она же тоже должна просолиться вот так посолили немного также добавляю чуть-чуть сахар и морковочки все готовим дальше сахар морковь вот и наполнилась наша кастрюлька больше я сюда не буду добавлять хватит а теперь друзья она у меня в доме будет стоять три дня потом у нее все равно еще ферментация не закончится выражение но уже немножко будет оно как бы затихать сейчас прохладно у меня есть прохладное место это веранда я выставлю веранду и в веранде она будет мне стоять сюда я сейчас поставлю груз бутылку большую налью с водой придавлю и каждый день я буду два раза в день ее прокалывать деревянной шпажкой чтобы у нее выходила газ вот такая у нас будет шикарная капуста и